Всем здравствуйте! Продолжаю снимать видео обзоры о сортах ежевики, который растет у меня на приусадинном участке. И сегодня настал черед снимать видео о сорте ежевики садовой, такой как Агавам. Он вступает в плодоношение, поэтому я снимаю видео. И традиционно начну свое видео с недостатков ежевики этого сорта. И среди недостатков, точнее так, недостатков ежевики у этого сорта Агавам всего лишь один. Основной недостаток это наличие на побегах колючек. Вот таких вот колючек. Колючки на Агаваме не такие частые и большие, как на Каракаблеке. На Каракаблеке по размеру они практически одинаковые. Но их много. На Агаваме их меньше. Поэтому иногда, в некоторых случаях, можно брать побеги даже голыми руками. Но если вы случайно зацепились рукой, головой за одежной, даже за побег, то вы чувствуете, что вы зацепились за Агавам. Вот из недостатков это, пожалуй, единственный. Дальше идут плюсы. Ну, есть еще один недостаток об этом позже. Но это как бы относительно. Теперь плюсы. Я считаю, что эта ежевика лучше всего подходит для тех, кто не может уделять много времени культуре. Например, на дачу приезжает редко. Потому что эта ежевика, в принципе, засуха устойчивая. Первое. Ее не нужно накрывать на зиму. Она морозостойкая. То есть, растет просто так вот, зимует. Это два. И третье. Это большая урожайность. Но опять же, давайте об этом. Еще один недостаток. Это то, что ежевика особо не является крупной. Ну, вот смотрите, чтобы вы понимали. Вот это уже как бы почти крупные ягоды. Для сравнения, я вам сейчас покажу, у меня остался чуть-чуть еще каракаблэк. Вот, посмотрите, в сравнении с каракаблэком, да? Маленькая ягода. И у меня растет уже, только начинает созревать тройная корона. Ну, здесь еще не созревшие ягоды, но все равно. Видите, ягода мелче. Мельче по размеру, но это все компенсируется очень хорошей урожайностью. Чтобы вы понимали, я вам сейчас покажу. Вот, смотрите, побег. Вот это, где-то там середина. Здесь все увешано ягодами. Увешано, увешано. Все это ягоды. Вот этот побег идет сюда, 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 сюда. И вот побег заканчивается. То есть, от начала побега, ну, точнее, от середины побега и до конца, все усыпано ягодами. То есть, маленький размер компенсируется урожайностью ягод. Поэтому, если у вас есть места, где вы хотите посадить ежевику, если вы не хотите ею особо заниматься, там, заморачиваться, как говорится, можете садить каракаблэк без проблем. Размер маленький. Вкус. Вот, попробую сейчас. Очень классный вкус. Если ежевика созревает на кусту, на кусте, то она очень похожа на ежевику лесную. То есть, она такая ароматная, интересные такие нотки во вкусе. Приятная ежевика, не кислая, если созрела, опять же, где-то мы иду сейчас, зрелую ягоду. Вот, зрелая ягода. Еще раз. Очень похожа на свою прародительницу, на лесную ежевику. Вкусная ягода. Ее очень много. И еще один момент по выращиванию, по агротехнике ежевики. В обязательном порядке нужна опора. Потому что ягод много. И без опоры, вот я вам сейчас покажу. Вот смотрите, побег. Вот побег. Вот латеральный побег. Он большой довольно. Видите, его наклонило до земли. Потому что он весь увешан ягодами. Они вот созревают. Вот внутри, смотрите, все. Ягода, видите. Вот это вот, например, очень зрело я ее сплю. Кисарбу, она даже уже перезрела. Вот попробуй на вкус. Шикарная. Она не притомно-сладкая. В ней практически нет кислинки. Она такая приятная ягода. Ну вот, приятная ягода. Дальше. По агротехнике. Подвязывать ежевику обязательно. Потому что будет падать. Будет лежать на земле под тяжестью ягод. И если будет дождь, будет гнить. Поэтому шпалеру или на палочке подвязывайте обязательно. Дальше. По агротехнике. Вот сейчас она плодоносит. Плодоносит ежевика. Как только отплодоносили побеги этого года. Вот все. Собрали вы весь урожай. То я все побеги сразу удаляю. Чтобы все силы куст направлял на выращивание нового побега. Замещение. Вот побег замещения. Чтобы вы понимали. Вот такой вот толщины. Где-то такую. У основания он толще, конечно же, ручки даже шариковой обычной. Толще в два раза, чем карандаш. А вот здесь в конце уже толщиной тоненький карандашик. Побеги не очень длинные. Где-то метра полтора. И все это от больше, чем от середины и до конца. Будет у вас на следующий год завязано плодами. Опять же. Плодоносит ежевика Агабам на побегах прошлого года. На побегах замещения. То есть, вот сейчас побеги, вот эти выросшие в прошлом году, отплодоносили. Вы их вырезаете. Лучше летом, сразу после плодоношения. Или зимой. Или осенью, точнее, перед зимовкой. А вот на этих вот побегах, которые выросли в этом году, будет урожай уже на следующий год. Как обычная летняя малина. И еще один момент, что нужно прореживать побеги. То есть, вот видите, побег. Вот он идет, идет, идет. Большой уже метра полтора, наверное. Точно. А вот маленький побежек. Такой. Ну, метра даже нет, наверное. Вот его нужно сейчас удалить. Потому что он забирает силы у ежевики. Лучше пускай напускает силы на побеги такие вот большие. Ягода только начинает вступать в плодоношение. Как видите, очень много еще несозревших ягод. Которые начинают сначала зеленые. Потом они начинают краснеть. И только потом они начинают становиться вот такими. Вот это типичная загрузка гроздев ежевики. Сорта Агаван. Сорт вкусный, урожайный. И сорт для ленивых. То есть, если у вас минимум времени для ухода за ежевикой, можете его сажать. По крайней мере, я не жалею, что он у меня в коллекции имеется. Вот такой вот обзор сорта ежевики Агаван. Спрашивайте, если есть вопросы. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok